Существуют цивилизации бесписьменные. У них вообще письменности нет. Она им не нужна. Это цивилизации, ориентированные на воспроизводство привычного и понятного. Если возникает нестандартная ситуация, нужно погадать. Нужно воззвать к богам или к высшим авторитетам. Они все скажут. То, что мы называем взрослым состоянием человека, то есть состоянием человека, принимающего независимые решения, оно ненормативно для людей без письменной цивилизации. Там маленький мальчик незаметно становится стариком. Ну или девушка, молодая женщина, как бы старушкой быстро становится и все. Старик носитель опыта. Но какого? Повторяющегося. В цикле повторяющихся событий живет человек каждый год. В христианском обществе такие циклы сменяются другими, просто по законам времен года. Такой же цикл человеческой жизни. Родился, повзрослел, завел детей, внуков, помер. Все обычно, все как всегда. Циклы сменяют другие циклы. Цивилизации письменные фиксируют события особенные. Они запоминают то, что происходит однократно, впервые, нарушает привычный ход вещей. Летописи фиксируют необычные события. Если не было событий необычных, привлекающих внимание, пишется буквально следующее. В лето не быть ничего. Это свойство не только русской летописи. Что значит не быть ничего? Рождались дети, умирали люди, колосились хлеба, поднимались ветры. Ходило деревенское стадо, пылило, возвращалось домой. На всей колоссальной территории Руси. Все это происходило. Но это повторяющие события, неинтересные. В лето не быть ничего. А если сосед напал на соседа, был голод, мор, несчастье. Вот тут-то мы это запишем. Но письменные цивилизации проходят три стадии развития. Первая стадия развития – это цивилизации доалфавита. Доалфавитные цивилизации. То, о чем мы говорили, составляется текст иероглифами или клинописью, который является опорным для запоминания. Это очень такой нечеткий текст, неопределенный. Как в современном китайском и японском языке, можно очень по-разному трактовать один и тот же текст, написанный иероглифами. А ведь современные китайские и японские иероглифы гораздо сложнее иероглифов Древнего Египта или клинописи Вавилона. Уровень сложности просто принципиально другой. Вторая стадия – алфавитная. Письменная цивилизация. Цивилизация письменных текстов. Эта цивилизация позволяет ввести в письменную культуру. Как Вы обосновите то, что со временем, в древности, китайский наезжал в Алфавию? Просто интересно. Еще раз спросите. Почему в древности китайцы остались именно на иероглифе? Почему остался на иероглифе письменности? Давайте сделаем так. Я закончу мысль, а потом вернусь к ней. Она очень интересна. Это крайне любопытный момент. Вторая стадия – это то, что это связано с письменностью. Алфавитная письменность. Она позволяет создать массовую грамотность. Именно массовую. Потому что человека можно легко научить буквам. Римляне перестали регулярно сечь детей. Это не потому, что стали такие гуманные, добрые. А потому, что ребенок мог легко научиться грамоте. И учиться стало интересно. Трудно. По-прежнему трудно, но интересно. Римляне стали учить, как норма, срочить девочек. Именно сделали добрые. Нет. Девочек тоже наказывали. Учиться было трудно. Но можно было себе позволить обучение и женщин тоже. Девочек училось мало времени. Два-три года. Но ведь образованная мать никогда не позволила, чтобы дети были неграмотны. И мальчики, и девочки. Благодаря этой революции грамотности, письменность перестала быть мужским приключением. Городская, письменная цивилизация, цивилизация текстов стала массовой, стала семейным делом. Бытовым. Очень интересный вопрос. Пытаюсь с ним ответить. Правда. Почему одни цивилизации Земли перешли к письменности, а другие, например, цивилизация инков в Южной Америке, остались бесписьменными, да? Почему многие цивилизации в Африке остались бесписьменными? Почему китайская и японская цивилизации так и не перешли на азбуку, на буквенную письменность? А почему вообще одни цивилизации и народы развиваются быстрее других? Как вы думаете? Условия жизни, условия природы. Условия природы. Может, тут культура замешана? Смешиваются культуры, да? А, культуры разные, да? Вы знаете, интересно в чем? Ведь вы обе правы. Только каждое положение, сейчас высказанное, нуждается уточнение. Если говорить о природной среде, надеюсь, хотя бы имя Льва Николаевича Гумилева вам знакомо. Какое счастье, хотя бы о нем вы слышали. А вы его читали? Понятно. Ах, читали. Я рад. Попробуйте его всерьез прочитать. Особенно его, конечно, этногенез и биосфера Земли. Это самое трудное из его книг. Но в ней основа. Идея очень простая. В контрастных ландшафтах, в мозаичных территориях развитие происходит быстрее. Есть понятие в биологии эффект краевых границ. Там, где стыкуются ландшафты, появляются новые виды животных. Новые роды животных, классы. То есть биологическая эволюция убыстрена в контрастных районах Земли. То же самое с культурами людей. Лев Николаевич упорно называл культуру этносом. Он очень боялся марксистов. Совершенно долго мордовали в лагерях. Мне он говорил неоднократно. Андрей, перестаньте заниматься какими-то культурами. Культуры выдумали марксисты. Какое там общество? Я никогда не занимаюсь обществом. Занимаетесь этносами. У вас же получается. А у меня получился ответ на вопрос, почему адыни города России более развитые, приспособлены для жизни и быстрее в них происходит культура Генез, чем в других. По этой самой причине. В Петербурге и в Красноярске культура Генез россиян, русского народа, происходит быстрее, чем в Москве или в Новосибирске. Контрастные ландшафты определяют. Эту скорость развития. Человек в контрастных ландшафтах живет в более разнообразной, быстро меняющей среде. И он поневоле усваивает более сложные отношения к жизни. Такой же эффект – жизнь на стыке культур и цивилизаций. Когда-то в Красноярск под руководством Литвина, то есть русского человека, жившего в Великом княжестве, литовском и русском, Андрея Дубинского, пришли примерно 300 человек. Из них 100 человек примерно были московитами и около 200 – сибирских татар. Долгое время Красноярск писал на трех языках. На русском, татарском и церковнославянском. На всех трех языках можно было писать и говорить. Это был нормативный язык документа оборота. Пожалуйста, он культурная связь. Под Красноярском находятся кочевья и места обитания людей, говорящих на трех разных языках. И множество разных местных народов. Волей и неволей эти пришельцы сталкиваются с ними. Поневоле. Им приходится это делать. Про Петербург долго говорить не приходится. Понятно. Город и краю России. Город в финно-угорских землях. Тоже вопрос этого этнического, этнокультурного стыка. Там, где это происходит, происходит более быстрое развитие. Потому что русский интеллигент, вообще по цели русского образованного слоя, русский европейский на революции, он вынужденно говорил не только на русском языке. Знание французского и немецкого было бытовой нормой. Как сейчас знание английского. Человек, не знающий английского, вроде бы не до конца образован. Также человек в старой России, не знающий немецкого и французского, был как бы малообразованной личностью. Это сразу ставило людей в другое положение. Это касается среды обитания, да? Природа другая. А теперь про культуры. Я говорил о том, что каждая культура есть некая мутация, да? Вот биологический вид – некая мутация. И культура – это некая мутация. Некое отношение к самому себе, другим людям, обществу, живой и неживой природе. В окружающей действительности. Вот возникла такая интересная культурная мутация финно-угорских народов. А ведь они очень мало общаются между собой, финно-угры. Есть старый хороший анекдот, финский анекдот. Мне его рассказали финны. Пошли в лес три старика. Выходят за деревню. Один сказал, заяц пробежал, указывая на след. Днем другой сказал, да, заяц. Когда шли домой, третий старика сказал, если вы столько будете болтать, я с вами больше в лес не пойду. Они сами иронизируют над собой. Это очень хорошее качество. Народ, умеющий над собой смеяться, – это душевно здоровый народ. Но вспомните любую русскую деревенскую посиделку, если бы вы были. Там невозможно не говорить. Люди все время обмениваются информацией. Славяне много говорят. Кстати, как и все арийские народы. Вот, пожалуйста, причина, по которой многие интереснейшие вещи придуманы были именно в славянском мире. Почему именно славяне цюркскую упряжь, придуманную цюрками упряжь для лошади, стали применять не для боевого коня, а для пашинного земледелия. Стали пахать не на вале, а на лошади. Благодаря этому стало возможным освоение территории современной Москвы, современной Великороссии. Почему именно славяне взяли печь-каменку, которая была у византийцев, усовершенствовали ее и сделали русскую печь? Почему это не сделали феногрым? Почему они взяли готскую избу, изба слова готская, и происходит слово штюбе, штабель, в отличие от южной хаты, и созданное жилище, избу с русской печью, которое позволило освоить и Сибирь, и предуралье, и весь север современной Восточной Европы? Почему они не сделали финны? Я вижу только одну причину. Другая – отношение к информации. Да, коммуникабельность, отношение к информации другое. Число разрешений полученным человеком. А давайте я же придумаю, что предки не делали. Реакции может быть два. О, дурак, а! Что это он делает? Все вечно в дымоход лазают в избу. А он дверь придумал. Вот дурак, а! Хе-хе-хе, мозги свернешь, идиотик! И идет мощная общественная агрессия. Другой способ. Ух ты, здорово! Гляди-ка, дверь придумал. А в ней, правда, ходить-то удобнее. Давайте мы тоже двери сделаем. Вот и все. Вот недавно был на юге Азербайджана, в Ленкаране. Там, где мой дед со своими соратниками, основывал плантации первого азербайджанского чая. Чай в Азербайджане известен с 8 века по Рождеству Христову. Первые чайные плантации заложил человек по имени Машков. В 1909 году. В 1918 году вооруженный народ строил светлое будущее. Организовал для себя великую проходку в коммунизм. Или как там это у них называется. И в частности уничтожил плантации. Новый плантации был же мой дед, Вальтер Эдуардович Шмидт. В 1930 году. Детский вопрос. Скажите, а почему местные жители, азербайджанцы, тюрки, мусульмане и так далее, почему они чайных плантаций так не создали? Чай в топили. Тысячу лет туземцы не могли придумать чайные плантации. Чтобы в Азербайджане появился чай, потребовалась другая культура. С другим отношением к реальности. С другим отношением к миру. Деятельным, активным. А пока все иншаллах. И пока все уже решили наши предки. И наши мудрецы. А мне думать не надо. Чая не будет. Вернее будет. Завезенный из Китая. В Китае и в Индии, в Японии, похоже. Очень подвела, во-первых, меньшая контрастность ландшафтов. Вот здесь, смотрите, Евразии, да? Наибольший контраст где? Средиземноморье и Передний Восток. Вот он. Место развития стремительной культуры. В частности, место появления и азбуки. Письменность азбучная, да? И единобожие в современных формах. И единобожие. Этот прожидал иудаизм, христианство, ислам. Нам известный. Единобожные религии. Уже из современности известные. И многие другие интереснейшие культурные проходки. Ключая гражданское общество. Это греки придумали. Но почему-то придумали не индусы, например. Не в Центральной Азии придумано было. А вот менее контрастная ландшафта. Средняя Центральная Азия до Тихого океана. Это застойнейшее место в Евразии. Как и Африка. Как и обе Америки. Но обе Америки, похоже, подвело другая вещь. Там было очень мало столкновений разных культур и цивилизаций. А на Дальнем Востоке уровень контрастности ландшафтов больше, чем на Ближнем Востоке в Среднем Морье. Но все-таки, простите, меньше, чем при другом конце Евразии. Но больше, чем в Центральной, в Средней и Средней части Азии. И второй момент. Китай развивался как единый центр цивилизации. Ханинской цивилизации. Вот существует множество культур бронзового века. Мотыжное земледелие. Палка-копалка. Два-три вида домашних животных. Свинья, собака, мускусная утка. Вас сделают просто. Цивилизации разные. Их примерно девять. Говорят на разных языках. Но вот в излучине реки Хуанхэ, примерно за 2000 лет до нашей эры, появляется новое население. Я знаю, что очень политникоректен. Но это были наши предки Арии. Арийские племена. Так они себя называли. Да, это очень плохо и гадко с моей стороны. Но я смею называть их так, как они называли себя. Это мы называем их индоевропейцами. Они бы не поняли, что это такое. А вот слово Арии, они поняли бы сразу. Большинство из них были крупными европейцами, какой-то северного типа. По антропологическому данному. Самое главное, у них были все современные породы скота. Не только собака и свинья, но овца. Коза, корова, лошадь. И в кого колесниц. Вы помните, на чем спускался Тангун, основатель корейского государства с небес, по корейскому лимифу? На колесниц. Арийские колеси доскакали вот до излучных Хуанхэ. И создали новую цивилизацию, которая постепенно поглотила остальные. Но она была единственным центром цивилизации. Цивилизованный ханец, то есть китаец, сталкивался с дикарем. А везде в Европе было по-другому. И на Переднем Востоке было по-другому. Вот Древний Египет, Вавилон, Хетты, современный Иран, Элам. Несколько центров цивилизации, например, на одном уровне. Все разные. Различия больше, чем между современным египтянином и норвежцем. В культурном отношении. Абсолютно разные цивилизации. Но уровень-то примерно один. Всем приходится учиться друг у друга. Ну, Европе все предельно понятно. И даже там, где европейцы вторгаются, все тут дикарей, все равно возникают другие, да другие, пусть далеко живущие, которые их ничем не хуже. На этих других приходится ориентироваться. Когда племя булгар вторглась на территорию финно-угорских племен и заложила основу великого булгару, да, они имели дело с дикарями. С первобытными финскими племенами. Но они же прекрасно знают, что еще и Византия, и восточные мусульманские страны, под боком, так в Москве примерно такого же типа цивилизации. То есть приходилось учитывать этих других, которые находятся на сравнимом, а то и на более высоком уровне развития. Потому что, конечно, Византийская империя стала на гораздо более высоком уровне развития, чем и все славянские земли, и великий булгар. Волей-неволей с ними делами приходилось. Это же ставит людей в совершенно другое положение. А в Китае этого не было. Есть муиханьцы, носители единственной возможной цивилизации. Вплоть до 20-го века дипломатические подарки великих держав в Китае фиксировались как дань. Дань, которую варвары приносят единственной цивилизации. Ханьцкой. Прости, я закончу. А подарки дипломатов Китая европейцам фиксировались именно как подарки, даже если фактически были данью. Например, в качестве дипломатического подарка рассматривалась контрибуция, упрощенная после Второй опиумной войны. Контрибуция фиксировалась в документе как подарок дипломатический. А честь часики, подаренные империце СССИ, были данью, которую варвары приносят единственной цивилизации. Вот вам психология. Как же тут развиваться-то? Если мы и так очень милые, и мы хороши. Вот почему цивилизация ислама проигрывает христианской? Да очень просто. Я и так хороший, я в рай попаду. Мне делать ничего для этого не надо. Недавно один Азербайджанец мне очень ясно объяснил. Это выводы угореть будете после смерти? А я не буду. Почему не будете? Откуда такая уверенность? Я же мусульманин. Человеку думать не надо, работать не надо. Он уже хороший. Больше-то он родился мужчиной. Он же само совершенство. Как мне объяснили два молвы в Казани лет 10 назад, женщина треть человека. Меня восхитила точность, что они вычислили, что у меня треть человека. Вот не 11%, не 57%, а именно 33%. Вы молодцы, а? Великие ученые. Но это и правда. Развиваться же не нужно. Сам факт моего рождения на свет плюс форму половых органов меня уже делает совершенством. Вот у меня борода есть. Все. Я уже в рай попаду. Я уже совершенствую. А вы кто? Вообще треть. Такая человекообразная обезьяна. А ведь правда, ребята, у тебя уже есть вопрос на самом деле. Заметьте, я же выступаю не как теолог, даже не как колонизатор, а как ученый. Я сравниваю культуры. Одна культура говорит человеку, зачем тебе развиваться? Ты так прекрасен. Другая говорит, неизвестно, хорош ли ты. Какой процент людей будут в рай и в ад, христианинам никогда не скажут. Может, 98% у нас будет говорить в аду. А может, так и 2%. А может, никто не будет. А может, все будем. Христианство обрекает человека на постоянное совершенствование, на движение вперед. Вот, пожалуйста, причина очень простая. Стремительного развития одного культурно-исследовательского мира и явного отставания другого. Ведь смотрите, арабы завоевали самые цивилизованные в те времена земли. Византия была лидером мирового развития. В 10 веке по Рождеству Христову Британия была дальней периферией цивилизации. А территория современной Сирии и территория Турции входила в это эпицентр цивилизации. Люди гораздо более культурные. И вот дикари из Аравийского полуострова захватывают эти цивилизованнейшие земли. И что происходит дальше? Разве можно сравнить уровень развития современной Сирии и современной Британии. Кстати, в 10 веке по Рождеству Христову в Москве просто не было. Были отдельные группки славян, проникавшие за Аку. Проходит тысячи лет. Взрывообразное развитие славянской цивилизации во всех ее версиях, включая Москву. Взрывообразное развитие всех европейских стран, включая Британию. И чудовищное отставание всех стран, которые оказываются под властью ислама. Вот в Стамбуле меня поразила одна вещь. Громадный храм и у самого потолка фрески. Их делать очень трудно. Метров 20, 15, 40. Качается мастер в люльке и делает сложнейшую работу. Его внук принимает ислам и начинает уничтожать фрески. Уже нельзя изобрать животных и людей. То есть в той же люльке нужно висеть над этой пропастью и там долбить кайлом. Так он же трус, этот внучек, принявший ислам. Дед висел в люльке и делал, а внучек сдирает пониже фрески, а вверх не смеет лезть. Наверх вы сохранились. Вот и все. Человек принял другой тип цивилизации. И, простите, невольно вспоминаю очень простую вещь. Все восемь русско-турецких войн. Со всеми вытекающими последствиями, простите. А ведь драпают панически 200 тысяч янычар от 30 тысяч русских солдат. Кто эти 200 тысяч человек? Это вчерашние византийские греки. Но они приняли другой тип цивилизации и получают то, что получаем. Поэтому, когда мне сторонники изменения цивилизации России что-то говорят, я им предлагаю очень простую вещь. Ну, возьми таджичку в жены. С ней, соответственно, обращайся. Расстрелись у человека. Разведай до человека. И пусть рабыня воспитает тебе рабов. Это тем, у Ефрема очень хорошая формула. Рабыня воспитывают рабов. Абсолютно правильно. Русская крестьянка поратая и перепоротая. битая мужем, ломавшаяся на барщине, она воспитывала одного из этих тридцати тысяч русских солдат. А русская или украинская баба, уведенная с арканом на шее в Крым, проданная в рабство турку, рожала одного из этих двухсот тысяч рабов. Как пушка бабахнула поблизости. Как солдатика русского увидели. Так это же не баб ловить на аркан. Это же нужно похрабрее быть, ребятки. И вот двести тысяч солдат панически драпают. А за ними идут тридцать тысяч до богатырей. Один к семи. Хотите, чтобы ваш сын драпал панически, им жопа? Пожалуйста, купите рабыню и, соответственно, с ней обращайтесь. Все остальное придется само. Вот по поводу культур, да, вы говорили? Да, цивилизации разные. Это же касается информации. Вот возьмите, скажем, ну, тоже 17-18 века. Первые географические открытия. Европейский мальчик, живущий в Лондоне или в Париже, он знает про Индию, Китай, Японию, Африку. Что знают в Японии об Африке? Что в Каире знают про Индию? Что слыхали в Индии про Японию и Китай или про Европу? Ничего. А к 1900 году в одной Британии написано примерно 30 тысяч книг, 30 тысяч книг о других странах, о странах Востока и Африки. Можно жить в Лондоне и знать очень много об этих других странах. Это информационное превосходство колоссальное. И чтобы понять, как оно работало, информационное превосходство, нам придется вернуться к прямой теме нашей лекции. Поговорю о третьей стадии письменной цивилизации. Цивилизация книгопечатания. Опять же, сравним разные цивилизации. в Китае давно резали на доске текст и оттискивали с того текста на бумаге какие-то тексты, таких важных рульфами. Было такое? Было. Там печатали деньги таким же образом, делали клише, из того клише делали бумажные деньги. Ой, какие нецивилизованные китайцы, ой, какие молодцы, да? Как они Европу обогнали, а вовсе не обогнали. Потому что придумывая что-нибудь, совершая потрясающее изобретение, китайцы оказывались неспособны их использовать. Порох они знали с 3 века прождеству Христову. А знаете, как они применяли против монголов? Не слыхали? Они делали пушку и стреляли из нее, но только порохом без ядра и без картечи, чтобы звук стрельбы устрашал бы варваров и их лошадей. Как вы думаете, что делали при этом монголы? Неа. Они купили много-много пороха и стали взрывать в кострах, чтобы лошади привыкли к звуку взрыва. Они привыкли. И настал момент, когда дикари нападают, пушки стреляют, а лошади не боятся. Дальше понятно. во времена капитанской дочки мальчики в возрасте Петя Гринева, юноши лет 18-20, с ними неповоротливыми, тяжелыми, плохо устроен пушками, они останавливали кочевников. Они могли это сделать. Казахи старшего младшего жуза набегали на Поволжье, захватывая здесь, ну не разбираясь, булгар или русских, все, кто подался под руку, продавали в Среднюю Азию. Но приходили мальчики в возрасте Пети Гринева, наводили пушки. А ну сюда ближе разбойник. И весь разговор. Все. А китайцы не могли этого сделать. Китайцы изобрели компас. Они построили громадные корабли. Китайская энциклопедия, в том числе в интернете, на фоне этих громадных джонок с пятью, семью палубами, с тремя, четырьмя мачтами показаны размеры кораблей Колумба. Вот какие были китайцы цивилизованные, какие громадные были корабли. Верно, корабли были громадные. Чтобы их построить, разорили весь Китай. Спустя два поколения некий чиновник, не помню его имени, если честно, не хочу помнить. Просто мне неприятно. Он сжег все документы об этих плаваниях, чтобы не было больше соблазна у императоров разорять Китай и приносить страдания своему народу. Плавание и путешествия оборачивались бедой для китайцев. Колумб и остальные путешественники Европы сделали богатыми. они делали богатыми не себя, то свой народ, свою цивилизацию, тех, кто пойдут за ними. Первое плавание Генриха мореплавателя в 15 веке вдоль побережья Африки за золотом и рабами. Не просто открыть, а что-нибудь интересно найти и использовать для обогащения. Да, не лучший способ, не самая лучшая мотивация, но у китайцев было благородное любопытство, благородный интерес. Совершенно мудрый Сюй-Сюань, то есть мудрый старец, учившийся иероглифом, сдавший экзамены чиновника, он должен быть интересным, человеком интересоваться окружающим. Но кучка Сюй-Сюаней, то есть чиновников, куз ученых чиновников, никогда не смогут организовать производство. Они просто под другое заточили. А европейские мореплаватели смогли создать сначала мировую информационную систему, потом мировую систему хозяйства. В наше время принято ругать Европу, это очень модное занятие, и ругать цивилизацию. Сяд люди в домах с паровым отоплением, кушают шоколады, пьют кофе, кто кнут сахар, вкусно кушат хорошую еду, приготовленную в микроволновке, используя картофель и томаты, привезенные из Америки, мясо коровы, которое домашнее в трех разных местах, заедают сладким перцем, который тоже из Америки, и ругают цивилизацию. Мне это просто поражает. При этом восхищались теми, кто бегает по-другам. Да, те, кто кушает червячков, совершенно или восхищаются высвершениями мусульманские цивилизации, то самое, чьи войны драпали панически от кучки русских солдат, и которая существовала, если брать Турцию, по крайней мере, в чистом режиме этнической эксплуатации и не могла жить по-другому. Как только пришел конец турецкой самой империи, Турция стала, скажем так, не центром мировой цивилизации. Она и сейчас им не является. И не рассказывай мне сказок я там был. Я ее видел. Даже маленькая бедная Армения гораздо культурнее, чем современная Турция. Если ничего нельзя поделать. Может быть, потому что армяне работали, а не пытались жить за счет других. А просто опять же бы инверсия культуры. И вот одна из инверсий культуры в Европе не просто знали о существовании ксилографии, то есть отпечатков, сделанных с доски, а придумали литеры. То есть отдельно из броню букова, которые можно было набирать, набор на азбук. То есть можно было набрать из букова текст, потом рассыпать, набрать новый текст и сделать нужное число отпечатков. И одновременно минимум человек шесть или семь совершают открытие. Гутенберг не единственный. Их было много этих изобретателей азбуки. И произошло это изобретение в Германии, в стране совершенно первобытной во времена Великого Рима. В стране, которая долгое время противопоставлялась римской цивилизации. Не хотела быть цивилизованной. Но именно там это произошло. И родилась новый тип цивилизации, которая, во-первых, позволила создавать очень много текстов. Во-вторых, позволила в неограниченном масштабе эти тексты тиражировать. Через 30 лет после изобретения Гутенберга Библию продали 5 миллионов экземпляров. И не только на латыни, а на живых языках. Это был взрыв. Протестантский взрыв. Когда каждый человек, по мнению протестантов, может быть священником. И каждый глава семьи должен читать своим близким Библию. Чтобы дети росли в христианстве с детства. Вечерами отец глава семьи открывает Библию и читает жене и детям что-то из Библии. Образование девочек тоже приветствуется. Это хорошо, если мать семейства может своим дочерям и сыновьям прочитать Библию. Само слово протестантизм в России понимают неправильно, как протестующий против чего-то. Нет, нет. Про тесто. Про текст. Люди текста. Люди Библии. И протестанты, переводя Библию на живые языки, тоже немецкий, французский, голландский, мгновенно тиражировали. Для них была самая важная Библия. Любые другие книги тоже могут тиражировать. Появились громадные библиотеки. Мгновенный взрыв. Далее детей стало еще легче учить грамоте. Что легче? Писать письменные буковки или знать литеры? Конечно, литеры знать. То есть некая уставная данная форма буквы. Еще когда был маленький мальчиком, у нас был такой предмет чистописание. Не слыхали? Слыхали, да. И у вас был, да? Я думаю, что у вас не должно было быть. Нет, нет, понимаете, шариковая ручка убила чистописание. То есть писали чернилами. И буква печатная сильно отличалась от писанной буквы. Меня еще учили писать букву А тоненько, потом толсто, потом опять тоненько, выписывать букву. Не как-нибудь, а помни, где нажать пером, где отпустить перо. Это было непростое дело. Когда буква А, это полная безобразие, мы за нее двойку поставили бы. Я серьезно говорю. То есть ребенка долго учили писать. Помните ОГА, вы же читали Агаты Кристи, вы дикие, жаль. У нее есть интересный момент, когда человек берет письмо, так, писала женщина. Потому что у девочек и мальчик ставили разные почерка. Ту же букву А британец написал бы примерно так. В начале 20 века. А девочка написала бы ее гораздо более кругленький. Сразу понятно было, кто пишет. Были мужские и женские почерка. А буквы печатные, они гораздо проще в исполнении. Читать просто получается. Ребенок быстро учится читать. Быстрее, чем писать. Ему легче научиться этому. А раз он научился хорошо читать, он же прекрасно осваивает и всю книжную премудрость. Вот ту самую батарею текстов, о которой мы с вами говорили. В Европе совершили потрясающую революцию. Просто неправдоподобную революцию. В Римской империи примерно на 60 миллионов населения было 4 миллиона грамотных. Это потрясающее достижение. Римляне гении. Это самая развитая культура того времени. Это громадная проходка. Но в Европе 1900 года на примерно 250 миллион населения грамотными были почти все. Первыми поголовно грамотными, строго говоря, стали иудаисты. У меня есть книжка называется «Передовой народ земли». Да, евреи передовой народ земли. Кому не нравится, не ешьте. Но это факт. И ровно по одной простой причине. У евреев у первых грамотно стало религиозным требованием. Мужчина не может, не имеет права не читать с Библии. Женское образование приветствуется. Но для мальчика не уметь читать значит не быть иудаистом, не быть евреем. Познай Бога своего. А как познать Бога своего? Через текст Библии и комментарии. Комментарии на комментарии. Комментарии на комментариях в комментариях в комментариях. Огромную батарею текстов. Чем больше ты их знаешь, эти тексты, тем в большей степени ты хороший иудаист. И корни антисемитизма во многом именно в этом. Но сталкиваются народ, у которого 98% крестьяне не умеют писать и 2% интеллектуальной элиты. И вся интеллектуальная элита этого народа по численности не превышает численности евреев, живущих в стране. Они все грамотны. Вот Российская империя. Русских европейцев особого субэтноса дворян и интеллигентов к 1900 году не больше 2-3 миллионов. Последнее время я развлекаю их, считая русскую классику и нахожу там семейных знакомых. Причем что мы не дворяне, мы не знатные, мы не богатые. Мы рядовые представители этих самых русских европейцев, не более того. Мой не очень дальний предок пахал Тверской губернии землю. До реформы Александра Освободителя. Но так мало интеллигентов, что их можно найти в классике. Кого-нибудь, кто-нибудь допомянет. Ну, не предка, а кого-нибудь знакомых, семейных. а евреев в райской империи живет 6 миллионов человек. Поголовно грамотные. Дальше понятно. Отсюда мораль. Нужно учиться. И европейцами это сделали. Первыми поголовно грамотными стали норвежцы. В 1814 году они торжественно отпраздновали то, что вся молодежь в Норвегии окончила школу. Старики еще были неграмотны. А молодежь была грамотна поголовно. Очень скоро во всей Европе стало даже стыдно быть неграмотным. Как так? Взрослый человек читать не умеет. Несерьезно. В Россию это пришло позже. В этом смысле Россия правда отсталая страна. Но цивилизация книги, цивилизация печатного текста пришла и к нам. Вот интересная вещь. Большевики хотели конечно другого. Цель коммуниста была в том, чтобы построить некую другую цивилизацию, изменить ход всего мирового исторического процесса. Но они невольно подморозили страну. Они очень много остались не менять внутри Советского Союза. Просто потому, что изменения отрицали то, что говорил их вождь и учитель Карла Марла. А получился страну очень неплохо. Цивилизация книги, почитающая книжные тексты, сохранилась у нас до 90-х годов 20-го века. В Европе начал умирать после Первой мировой войны и подкосило радио и телевидение во многом, в огромной степени. То есть другие средства придачи информации. А ведь весь 19-й век не было ни радио, ни телевизора. Напомню вам то, что вы не читали от затерянной Мирка Нандойля. Газета в Лондоне посылает своего корреспондента в Южную Америку, чтобы он писал отчеты о своем путешествии. Это выгодно. Если у газеты будет уникальный материал, ее больше людей купят. Газета коммерческое предприятие. Информацию можно продавать. Почему Дзюма, отец, автор трех мушкетеров и Викон Доброжелон, победил всех конкурентов? Ну-ка, быстро отвечайте. Должны знать. Было же множество литераторов. Множество людей писали авантюрные романы на темы исторические темы. Почему Дзюма всех победил? Потому что приближенно может королеве. Что говорите? Приближенно королеве. А, какой королеве? Во Франции. Франция была, оказывается, монархия во время Дзюма, да? Нет, зачем? Тогда какой королеве был приближен? Там же Мария Антуанетта. Простите, когда была казнена Мария Антуанетта? А когда родился Александр Дзюма, вы не помните? Александр Дзюма родился более чем через 20 лет после казни Марии Антуанетты. Франция была республикой на протяжении всей его жизни. И кому это надо? Ну, вот сейчас напишу про царский двор в России. И что? Какая царская монаршая персона мне даст за это денег? Расскажите. Одна сумасшедшая баба, живущая в Испании, у которой сын Гоги, женат на японке, не знает русского языка. Но она считается местоблюзительницей престола. Вот другие полудурки, живущие в Петербурге, однажды наградили меня медалью Владимира на брусничной ленте за мои исторические книги. Я очень смеялся. До этого сажи у Малатова наградила меня за книжку о русском флоте медалью передовику социалистико-производство в этом духе. По этому поводу долго смеялся. Слава Цеперя требовал воротник и шкура леопарда от египетских фараонов и фалеру, то есть огромный орден от Юлия Цезаря. То есть от уже несуществующих государств. Господь с вами. Академ Крайский двор. Что вы? Дюма сделал два гениальных изобретения. Первое. Стали работать целая фабрика литераторов. Конечно. У него была масса литературных негров. Они работали, а он перерабатывал и подписывался только. То есть гораздо быстрее производил тексты. И второе. Он изобрел газету с продолжением. Вот написали какой-то роман. Начинают его публиковать в газете. Хочется знать, что будет дальше. Через неделю покупай новую газету. Стоимость газеты была доступна для массового француза. Но понимаете, это было по-настоящему интересно. Когда открыли сообщение между Америкой и Европой, привозили свежие газеты из Европы. Ну, свежие примерно двухнедельной давности. И вот грузчики выстраивались в порту на моле, где подставали и скандировали «Ну, что же случилось с крошкой Дорит?» они требовали проложения романа Диккенса. Потому что они читали книги, они были грамотны. Эти рядовые представители американской цивилизации. Революция печатного текста позволила, во-первых, лучше использовать человеческий материал цивилизации. Гораздо больше людей стали образованными в разной степени, конечно, но образованными. Они могли читать книги. Книга стала почти культовым предметом, печатная. Это трепетное отношение к книге русская интеллигенция сохранила до 90-х годов 20-го века. Я еще помню, это бережное отношение к книге. Такое нежное отношение к книге. Книгу нельзя бросить на пол. Вот в детстве меня запрещалось бросать на пол хлеб. Хлеб воплощение труда людей. Нужно быть бережным и книгу нельзя бросать на пол. Книга почти священная. Не только Библию, вообще любую книжку. Если вернуться к протестантам. Вот англосаксы заселяют Америку. Фургу. А то караван фургонов уходит в неизвестность. Люди уходят в новые земли, зеленые, ну я опускаю много эпитетов, местными жителями, автохтонами, индейцами, такими милыми ребятами, которых злобные американцы покорили. Так, мимоходом об индейчиках бедных. Сколько индейцев жило в США в 1700 году? Скажи сейчас. Цифры, пожалуйста. Понятно. В 1700 году на земле жило в США примерно миллион индейцев. Это максимальная цифра. Обычно называются 800 тысяч. Сейчас их 2 миллиона 600 тысяч. Это я шлю воздушные лапзания советским пропагандистам, которые рассказывали, как в США истязают бедных индейцев. И как им там плохо живется. Чтобы восславить советскую национальную политику. Как прекрасно в СССР Нэнсом, Энсом и другим жителям Севера или Дальнего Востока. Как все было у них изумительно. И как ужасно все у индейцев. И вот фургон уходит на индейскую территорию. Встречаясь с другим фургоном, только три преступления караются смертной казнью на месте. Любые преступления против личности, порча подвижного состава фургона или убийства вала, потому что гибель животных или порча подвижного состава обрекает семью на уничтожение. Они не могут двигаться. А третье преступление, каравшись смертной казнью, это порча книги. Помните? А, вы же не читали Стивенсона, понятно. Ну вот напомню, что у Стивенсона есть такая повесть, но его и не читали. Называется она «Остров сокровищ». А, читаловский, слава тебе, кто-то читал его? Мультик «Остров сокровищ». Ах, мультик, ну понятно, без мультика никуда. Ах, мультик, а самое главное, читаловский, да? Помните, когда вырезанную из Библии страницу используют черную метку? Так в этой же Библии уже никакой святости нет. Протестант относится к Библии, но не только к Библии. Любая книга не подлежит порчи. Вырвать из книги на книги на самокрутку бумагу это только в Савдепии делалось, больше нигде. Ну и еще может во Франции, в Италии, в диких странах, в католических странах у протестантов нет. Это отношение к печатному слову, оно предопределило стремительное распространение цивилизации по миру. На протяжении этих примерно 400 лет развития печатной литературы произошло сразу два очень важных явления. Первое. Печатная книга и печатная литература пришла практически ко всем народам мира. Даже к бесписьменным. им создали письменность. Не только скажем эстонцам, которым немцы создали письменность еще в 17 веке. Не только к российским финно-уграм, но скажем к индейцам кечуа, к народу в принципе бесписьменного, в Южной Америке живущему. На основе латиницы им создали письменность. и в наше время изучать антропологию, эволюционную теорию или сложные направления в биологии можно на языке кечуа, не выезжая из Перу или из Боливии. Это потрясающее достижение. На самом деле, без всякой иронии говорю, это огромное достижение, колоссального масштаба. Но оно немножко разобщает людей, правда? Вот есть универсальный язык цивилизации, английский. Но его можно уже не учить. Вот я английского не знаю, мне можно жить без него. Ничего, здесь получается. У индейцев в Южной Америке тоже получится. Но испанский ему, скорее всего, придется изучить. Но я лично ознавал людей, которые принципиально не учили английского. Вот сейчас в Красноярске живет женщина, у которой два имени. Беатриса в католичестве, Светлана в православии. У нее бабушка шаманка племени Кечуа. И вот ее братья живущие, ну там сложная семейная история, дети другого отца, но потомки той же бабушки, живущие в Южной Америке. Они принципиально не учат английского. Русские говорят выучим для тебя и для Беатриса. Ну что делать, с тобой же общаться нужно с детьми тоже. Русские семейных соображений не выучат. Хоть когда в примитивном пускай уровне. Английского не будут учить. А зачем? Они знают родной Кечу и знают испанский. Им хватает. Все. Ситуация в Советском Союзе здесь, скажем, грузина. То есть родной грузинский знал русский. Зачем другие языки. А ему можно без них жить. Он вполне эффективно будет жить. Почему? И на грузинском и на русском есть большая литература. Этой литературы хватит для сложной интеллектуальной работы. Это достаточно. Лучше знать английский немецкий французский. Лучше но можно и без этого. И второй момент тоже очень интересный. Взрывообразное увеличение числа текстов. Причем это взрывообразное увеличение числа текстов продолжается сейчас. В 1900 году на всех языках Европы выходило каждый год примерно 200 романов. Хотя бы в теории можно прочитать каждый вечер по роману. В наше время ну скажем в моей родной антропологии на протяжении одного года во всем мире выходит около 30 тысяч текстов. Больше чем на 100 языках. Прочитать это невозможно в принципе никак невозможно. Появляется понятие реферируемый журнал. Журнал для уважаемых коллег, который позволяет на английском языке хотя бы примерно ознакомиться с тем что делается в мире по твоей специальности. Причем все же прекрасно понимают что этого мало. Этого не хватает. Ну хоть как-то попытаться людям дать информацию о литературе по твоей же профессии. А что в медицине делается? Когда только об операциях на левой ноге вот может смеяться но операциях на левой ноге ежегодно выходит больше 20 тысяч статей и книг. Никому это не освоить никак. Что касается художественной литературы каждый год выходит тоже около 20 тысяч новых литературных произведений на основных языках Европы. Основных то есть без финского например без корсиканского без сицилийского кто сможет это прочесть? Никто. Мы цивилизация которая окончательно не может прочитать собственные тексты. И к этому добавьте еще два очень страшных зловещих фактора. Просто пугающих фактора. Первое это изменение характера европейской цивилизации. Весь 19 век ну 18-19 века до Первой мировой войны человек знал что он должен стремиться к некому идеалу. Идеал человек богатый ученый и по возможности знатный. Но знатный не обязательно. Можно быть простолюдином происхождению но образованным и богатым человеком. И даже больше чести. Ты можешь джентльмена послать решительно в любое пешее путешествие сексуального характера. У тебя есть свои деньги, у тебя есть свое образование. Вспомните маленьких людей Диккенса. Когда в холодном доме некий мастер железных дел приходит к джентльмену. Его сын хочет жениться на одной из служанок Милети. С моей точки зрения говорит простолюдин джентльмену. Жене моего сына нужно еще поучиться кое-чему. А потом уже выйти замуж. Как? Но она же кончила школу которая основала сама Милети. С моей точки зрения этого недостаточно. Говорит железных деломастер. Джентльмен может думать все что угодно и у него лишняя проблема. Железных деломастер имеет собственные деньги, свое положение в обществе и свой уровень образования. Он независим. Мой прадед умерший в эмиграции в Швеции энтомолог Павел Списевцев отказался стать дворянином. Он имел право по табеле о рангах стать дворянином Российской империи. Но у нас в семье дворян не уважали. Дворяне бездельники. Они ничем не лучше народа, только мордуют мужиков и пьют водку. А мы хорошие, мы работаем, мы за народ. Правда. А зачем человеку быть дворянином? Ученая степень делает его ничем не хуже. Во многих аэропортах и вокзалах в Европе есть специальные комнаты для тех, кто имеет право доктором. Доктор оф сайнс, простите. Для докторов наук специальные комнаты есть, для графов и герцогов нет. Быть современным мире ученым, иметь ученую степень, почетнее, чем быть дворянином. Это же тоже часть революции. Это огромная революция в сознании людей. Это полное разрушение феодализма со всеми его хорошими и плохими сторонами. В каких аэропортах есть такие комнаты? Что вы говорите? Я спрашиваю, в каких аэропортах есть такие комнаты? Еще раз. В каких аэропортах есть такие комнаты? А, пожалуйста, в Хитроу есть, Ну, еще, по крайней мере, в двух местах я видел своими глазами. В Италии они есть. В Милане и в Вероне. Это в аэропортах. В железнодорожных вокзалах минимум в трех местах. На северном вокзале в Париже и два в Германии есть. В Геттингене и, если не ошибаюсь, в Пассау. Просто боюсь ошибиться, второй город. Но это то, что я видел своими глазами. Потому что на самом деле их гораздо больше. Понимаете, вроде того, что было в Советском Союзе, скажем, специально какого-то для депутатов. Такое было объявление. Просто очень часто пытаются в самой инфраструктуре общественной как-то учесть некое неравноправие людей. Вопрос, какое неравноправие? По какому принципу оно формируется? А после Первой мировой войны происходит очень страшная вещь. Одно из них следствием это страшная вещь, являющая следствием массового роста массового благосостояния. Если у людей есть пенсия, если у людей есть некий гарантированный прожиточный минимум, ведь им уже не нужно надрываться всю жизнь, яростно пытаясь сделать карьеру и стремясь к некому идеалу. и появляется новая общественная психология, некое отрицание иерархии вообще. Вы наверняка это много слышали в разных формах. Появляется новый мир, в котором совершенно нет необходимости совершенствовать, читать книги, чем-то заниматься, даже работать не нужно. Больше того, сколько песенок, сколько историй, сколько фильмов снято о том, что детям учиться не хочется. Возьмите приключение электроника. Смотри наверняка. Какая подлая песня. Не глупая, подлая, низкая, подлая пропаганда, которая учит детей тому, что гулять интересно, а учиться скучно. Это преступление против детей. Ребенок же верит взрослым. Взрослые имеют некие представления о мире, ребенок честно их воспринимает. Честнейшим образом. Он очень старается соответствовать тому, что от него требуют. А мы подмигиваем, да мы же понимаем, тебе учиться не хочется, тебе гулять хочется. Что делает ребенок? Начает нас обманывать. А мы естественным образом поддерживаем его, получается, в чем? В том же он не учится. Вот когда-то мой прадед, тот самый Павел Списевцев после приготовительного класса первого дня в гимназии пришел где-то гимназия сказал, а мне у вас учиться трудно, а у вас учиться не буду. Ну пожалуйста, сказали господин Списевцев, можете не учиться. Только что же вы будете делать потом? Вы же не будете знать ни естествознания, ни математики, ни греческого языка и латыни, ни русской словесности, ни русской истории. О чем же вы будете говорить со взрослыми людьми? Вы отношение к действительности. Сдохни или учись. Только 10% гимназистов, начавших обучение, заканчивало полный курс гимназии. Из студентов каждый пятый. Да, это был жесткий путь, жесткий отбор. Не можешь, пошел на помойку. Не тянешь, ты уже никому не интересен. Даже столько я согласен. Но во всем мире есть два способа организовать экономику. Одну условно назовем капитализмом. При капитализме убогонькие никому не интересны. Поддерживают сильных и богатых. Создаются громадные ситуации, а кто-то умирает в канаве. При социализме все имеют некий уровень благосостояния. У сильных отнимаем, слабым распределяем. обе системы имеют свое преимущество. Но гиганты российского естествознания порождались первой системой. Та огромная наука, которая была в СССР, остатки которой мы до сих пор не можем до конца искоренить, нет, проявлением чего является мое появление здесь, в конце концов. Ведь это тоже построено на таком, условно говоря, капиталистическом отношении к реальности. Учись, или ты просто выбрасываешься из жизни. И ты невольно осваиваешь некие культурные нормы, вплоть до умения пользоваться ножом и вилкой. Напомню, в советское время в столовых, то есть в студенческих ножей и вилок не было. И если были вилки, даже были, то ножей не было точно, а вот ложки были везде. Второе, цитирую, хавали ложкой. Само слово хавать меня радует необычайно. Украинское какое-то? Нет, что вы, оно просто уголовное. Какое же украинское? Что помилуй, побоитесь Бога. Нет, нет, это самая очень интересная вещь, понимаете, когда интеллигент начинает использовать для обозначения бытовых реалий слова из уголовного или из уличного субъязыка, из арго. Само слово твоя швабра, не слыхали? Твой козел, твои короеды. Лично у меня не было никогда ни одной швабры. Я не сплю со швабрами. Но ведь огромное, что людей так называют свою женщину. Моя швабра. И что интересно, в блатной фейне так называемой очень много слов пришло из идиши. Да, но это отдельный момент. Это уже антисемитизм. Нет, нет, нет. Мы будем политкорректными и об этом говорить не будем. Но, кстати, это один очень интересный момент, откуда пришли слова. Но, то, что интеллигент запела блатные песни, уже интересно. И второе, словообразование тоже самое хавать, например, или опустить. Его опустили. Все понимают, о чем речь, правда? Извинить слово блатной, из блатной фейне пришедшее. Человека могут в нашем мире унизить, опустить цивилизованный человек, другого человека не может. Родил блатные. Само слово блатной, блат, откуда пришло? Слово уголовного мира. Блатной, то есть вор. Законный парень. Какой закон? В законе который, да? В каком законе? В воровском? Ну и так далее. То есть происходит это удивительное облотнение языка. И одновременно упрощение отношения к человеку. Вот по тому самому теплу, как мы с вами говорили, сравнивать цивилизации. А зачем несовершенствовать? Так прекрасно. Научная философия, научная психология цивилизации мира объясняет, что человек хорош, независимо от своих достижений. Зачем нужны достижения? Они необязательны. Ты и так великолепен. Можно не учиться, можно ничего не знать и ни к чему не стремиться. Вот напомню книгу извините, не могу просто удержаться соблазна, опять вас попрекну, которую вы не читали. Затерянный мир канондурия, нет, большинство не читали. Там сейчас есть момент очень интересный. Когда выступает профессура Саммерли Челленджер, проводя открытую лекцию, на нее набивается масса людей, предприниматели, аристократы, сливки общества. А о чем идет, о динозаврах? Вымерли они или нет? Ребята, внимание общества к науке, к отвлеченному, к прогрессу, оно огромное. Вот очень любопытный момент. Когда стали строить железные дороги в России, вокзалы стали модными местами встреч. Там в курительной комнате умные разговоры, в буфете встречались компаниями, семьями, шло какое-то ухаживание, собирались дружеские компании, потому что само по себе нахождение на вокзале как бы приближало к прогрессу. Ребята, в наше время космопорт открыть, а ведь неинтересно. У нас интернет есть. О, прекрасно, а потом еще будем говорить про интернет. Но помимо того, что интернет есть, кроме того, есть другое отношение к реальности. А зачем мне приобщаться к прогрессу? И так прекрасно. Когда в рекламе уличной сравниваются подвиги Писаро и Кортеса, открывателя земли, здесь он только купил новый смартфон. А зачем мне рисковать своей шкурой, такой замечательной, беленькой, синими прожилочками, так мною любимой шкуркой рисковать? И вообще тяжело работать. Это ведь ишачить, если не ошибаюсь. Надрываться, упираться, как папа Карло, уважающий, вернее, не уважающий себя, но живущий престижной жизнью человек, он же бездельничает. Заметьте, в нашем мире выгодно, модно, престижно тратить, а не зарабатывать. Не престижно быть миллионером, но престижно быть любовницей миллионера. Возьмите, я пишу, саму рекламу. В рекламах шубы. Девка лет двадцати в этой шубе. Кто мог купить двадцатилетней девицу шубу, или папик богатый, или понятно кто. А почему там не написано, там женщина тридцати, молодая и красивая, очень постарше. А я вот купила себе шубу. Почему нет такой рекламы? Очень интересная вещь, паразитизм поддерживается самой цивилизацией. Достижительность не обязательно. Она даже как бы негативная. Ну подумай, что достиг. Двадцать лет упирался, дурек. Помните студенческая песенка? Вообще знаете студенческий фольклор? Коперник двадцать лет трудился доказать земле вращенье. Дурак. Он лучше бы напился, тогда бы не было сомненья. Чарльз Дарвин двадцать лет трудился доказать людей происхождение. Дурак. Он лучше бы женился, тогда бы не было сомненья. Зачем нужно открывать эволюционную теорию, открывать новые земли, когда можно жить водкой, и половыми отправлениями. И ты будешь счастлив. Это ведь то, что тебя внушает реклама и весь строй жизни. Понимаете, отрицание иерархии, отрицание существования идеала, отсутствие стремления к идеалу, оно и определяет другое состояние цивилизации. почему Европу так легко покоряют и захватывают. Я не буду говорить некорректным, я не буду говорить кто. Но мы все знаем кто и откуда. А почему? Они не покоряют же. Как не покоряют? Есть хороший анекдот. Извините, чисто немецкий анекдот. Сидит некий Азиз посреди Берлина и говорит Аллах, ну дай ты мне, дай ты мне хорошее жилье. И тоже появляет чиновник из муниципалитета, говорит, вот тебе кредит Анжела Меркель, позволяющая привезти ему в Берлин всех четырех жен и пятнадцать детей. Как бы я хотел, говорит, обнимая жены детей Азиз, быть немцем, настоящим этническим немцем, доставил все это чудо. И тоже за Гельмутом Шмидтом, без единого зуба, сидящего в двухкомнатной квартире. Он выходит на улице к чиновнику, ну дайте мне хоть что-нибудь. Гельмут Шмидт, стыдно сидеть на шее у государства, идите работать. Это немецкий анекдот. Почему же Европа так легко сдается? Почему позволяет застоплять и жить за свой счет? Ведь очень просто. Идеала не стало. Отстаивать идеалы христианства просто непристойно, неприлично. Говорить, называть себя колонизатором вдвойне неприлично. Говорить о том, что наши предки строили цивилизацию тогда, когда африканцы кушали червячков и ночевали под пальмовыми листочками, это болит некорректно. И так получается парадоксальная вещь. Мы живем в цивилизации, где учиться не обязательно, то есть приобщаться к книжной культуре, личное дело каждого, и твоя жизнь, жизнь твоей семьи, судьба твоих детей, даже твой уровень благосостояния не зависит от того, что ты читаешь и на каких языках. Это первое. Второе. Мы живем в цивилизации, в которой так много всего написано, что все в принципе не прочитаешь никогда. Вот все мои сверстники читали, скажем, Константина Симонова. Вы вообще знаете, кто такой? А, ну хотя бы знаете, уже хорошо. Многие просто не слыхали о нем ничего. Они глупые, потому что именно в их семье, в их кружеву, совершенно случайно. Его не читали. А читали, ну скажем, Гроссмана. Ну например, да? Это человек современных писателей. Ну что-нибудь переводное, там, скажем, Станислава Лема. То есть происходит сегментация книжного рынка, выражаясь умным языком. А то есть сегментация книжной культуры. Даже профессиональной культуры. Когда, скажем, археологи из Иркутска используют другую терминологию, американоидную, чем археологи из Петербурга. Они читают литературу. Но все больше и больше читают литературу на иностранных языках разных. Одни французскую, другие американскую и в меньшей степени австралийскую и английскую. То есть внутри профессии происходит даже самая сегментация. И третий фактор, о котором начали говорить у нас есть интернет. Я не собираюсь его ругать, поймите. Более того, я вхожу в такой не очень большой процент старичков, которые не считают, что молодежь чем-то нас хуже. Тем более понятие молодежи очень условно. Те, кому 45 или 40, сейчас для меня уже как бы входит в понятие молодежь. но те, 40 и те, кому 20, различаются кардинально. Это разные люди, разные поколения. Движение развития цивилизации ускоряется настолько, что поколение культурное начинает обгонять биологические поколения. Понятно, что я говорю не совсем? Понятно, да? Ну, чуть-чуть расшифрую. грубо говоря, человек в историческом прошлом жил в мире очень мало изменяющемся. Там все повторялось. Даже если брать образованный слой Российской империи, были, скажем, люди эпохи Александра Первого и люди эпохи Николая Первого. Были разные люди. По-разному себя вели, по-разному одевались, ну, и так далее. По-разному думали и чувствовали, самое главное, конечно. Но эти различия были не очень большими. Вот я еще не очень старый человек. Я прожил минимум четыре разные культурно-исторические эпохи в своей жизни. Я помню эпоху Хрущева и раннего Брежнева, эпоху позднего Брежнева, эпоху перестройки и современной коммерческой цивилизации. Вот я прожил четыре культурно-исторические эпохи. Более того, сумма изменений на протяжении моей жизни гораздо большая, чем на протяжении жизни моего деда или прадеда. Мне было бы уже трудно о многих вещах с дедом и прадедом говорить. Хотя бы потому, что мы на бытовом уровне владеем такими техническими и информационными приспособами, которые непонятны для этого поколения. А вы владеете многими вещами непонятными мне. Вот у меня в кармане компьютер. Я на старость лет его осваиваю. Мне нужно его освоить для многих вещей. Я нахожусь в таком же положении, в каком находился бы мой прадед, если бы посадили в автомобиль. Вот есть хорошая фотография американская. Внуки сажают в машину деда. А дед упирается, боится, не так в нее садится. Фотография 1900 года. Форд только начал производить массовый автомобиль. Вот в наше время такие ситуации возникают на каждом шагу. Вот я беру компьютер 20 лет назад, сейчас в кармане компьютер ношу, появляются новые технологии, и я каждый раз окажу положение этого деда американского. Кто автомобиля боится? А я его боюсь, думаете, нет? Я же не знаю, не понимаю, что у меня в кармане. На самом деле, и вы не понимаете, это привычно с детства. Вот для моих дочерей, которые сейчас 16 и 18, для них компьютер с детства привык, с рождения. Младшая дочка просто привыкла, что папа возле лежала, кулёк ещё, младенцем, поворачивала, в сторону здесь стоит компьютер. Папа скорее всего там. Когда ей было 2-3 года, он кормил ко мне на руки, тыкал клавиши, стирал мои тексты и так далее. Всё полагается. Сыновья мои, потом сейчас 36 и 32, мои сыновья осваивали компьютер подростками. Они не росли с компьютером. А если у меня ещё будут дети или мои внуки, для них будет не только компьютер, для них айфон будет просто повседневной практики. И получается, что очень много информации можно получать, не читая книг. Когда говорят, что в интернете врут, да, врут. А что, книги не врут? Врут, ещё как. Телевизор врёт? Конечно, врёт. Безобразно врёт. А что, книги всё за правду говорят, да? Нет, конечно. Проблема не в том, что новые способы получения информации плохие, а книга хорошая. Всё сложнее. Книжная культура формировала другой человеческий тип. Вот это главное самое, самое основное. владение айфоном и особенно смотрение телевизора порождает у человека иллюзию, что он знает всё. И порождает тип человека, которому кажется, что есть никто, кто даст ему все ответы на все вопросы. И ответ у него, даже у математика, очень простой. Правильно и неправильно. как за что правильно? А в интернете посмотрите. Там написано. Человек выходит в некую книгу электронную. Он поисковиком находит нужный ему абзац. У него возникает иллюзия, что он прочитал всю книгу. А он на самом деле не читал. Выдернул кусок, нужный ему для его собственной дипломной работы или курсовой. Это массовое явление. Я бы сказал даже жестче. Просто лекция у нас очень короткая, она подходит к концу. И мне приходит быть кратким. Я мог бы развить это здесь очень подробно. Беда не в том, что источники информации плохие, а в том, что любое упрощение доступа к информации разбивает людей на две категории. Слово сепарация знакомо? Прекрасно. Край из молока делают масло и обратно. Так вот, уже книга, печатная книга особенно, производит сепарацию людей. Появляется интеллектуальная элита, живущая сложнее, потому что можно больше прочитать всего. И появляется большинство, извините, быдлообразное, которое читает дамские романы, приключенческие романы, а в газетах страничку спорта и страничку на криминальных новостей. Пожалуйста, те самые газеты, которые Александр Дюма использует печатание романов. Они сообщают новости с театра военных действий. Ах, ну зачем нам это? Мы же гламурные, гламурные, мы парижские, мы парижские, мы красотки, мы красотки. Мы прочитаем, какие новые платья нынче в моде. Ах, что в Южной Америке война идет, нас не очень волнует. печатная цивилизация тоже сепарирует людей. А телевизионная, информационная, компьютерная производит сепарацию гораздо быстрее. Но здесь могу произнести жесткие две фразы, вернее, два положения, которыми, собственно, закончу лекцию. Я не могу призывать молодежь к тому, чтобы она не осваивала компьютер и не смотрела телевизор. Наоборот, я вас поддерживаю в этом. Вы живете в прекрасном новом мире, и я горжусь тем, что было одними из тех, кто его создавал. Это вполне серьезно, вполне честно говорю. Мне приятно, что приходит поколение, поколение я, которые свободнее нашего поколения, знают больше, активнее и независимее. А полагаю, все это совершенно примерно и есть. Но при этом два положения. Первое. Если человек не читал Пушкина и Льва Толстого, он может на митингах разбивать голову и себе, и другим, но он не русский. Принадлежность культуре, к этносу и к цивилизации определяется прочитанными и усвоенными текстами. Если вы не читали Библии, вы не христиане. Если вы не читали Толстого и Пушкина, вы не русские. Если вы не знаете эволюционной теории, не читали Дарвина, Вернацкого, Галилео, Галилея, то вы не ученые. А если вы не знаете имен тех, кто создавал понятие колумнист, кто создал это понятие? Что колумнист? Который статью ведет. Понятно. Кто-то придумал первый. Понятно. Так вот, если вы не знаете, кто сделал, то вы не журналист. Вы трепачи. Изображающие журналистов русских, христиан и так далее. Ничего больше. Это первое и жесткое положение. Воображать о себе вы можете все, что угодно. Но я произнесу всего две строчки. Послушайте, ребята, что вам расскажет дед. Земля у нас богата, порядка только нет. Продолжите, пожалуйста. Вы не русские. Вы не знаете, что я писал граф Алексей Константинович Толстой. Вы не владеете его текстами. Все. Дальше можете болтать все, что угодно. Но коротко и ясно, жестко. Мне доводилось общаться с христианами чашей Библии и с мусульманами не читавшими Корана. Все и другие почему-то всерьез называют себя людьми данной цивилизации. русские, мы россияне. Простите, россияне, да? Да, я дотарка. Прекрасно. Вы Тукая читали? Читала. О, великолепно. Уважаю. Нет, без юмора я читаю. Серьезно, уважаю. Возможно, вы и правда дотарка. Насчет россиян, хорошо. Если вы не читали Пушкина и Толстого, вы не россиян. Вы только думаете, что вы россиян. Думаете, можете что угодно. И второе положение, очень жесткое. Всегда люди, читающие книги, будут определять лицо мира, в котором живут люди, смотрящие телевизор. Главными всегда будут люди, которые читают книги. Потому что именно они, читающие книги, придумывают телевизионные программы. И напишут программы для компьютера. Работа на компьютере, что-то на планшетке этой, что-то на большом стационарном компьютере. Вы будете жить в мире, который создаете не вы. Тем более глядя телевизор. Я-то знаю, как делаются программы телевизоры. Кое в чем участвовал. Вы всегда будете людьми, которые живут в мире, которые создают другие для вас. Вот и все. Если притяните не то чтобы принадлежность к интеллектуальной элите, а принадлежность к людям, которые создают окружающий мир, они просто живут по правилам, которые придумают для вас другие. Вам придется читать книги. В наше время выходит множество замечательных научно-популярных книг. Привожу просто примеры. То, что привез с собой. как просто элементарный пример. Выходит великолепная фантастика. Научная фантастика. Это скорее, конечно, в большей степени было сайенс-фикшен. То есть такая классическая, кондовая научная фантастика. Но увлекательная. А кто слыхал про Алексея барону. И о том же. Видишь, просто. Да, нельзя прочитать все написано. Верно. Но вы не читали его. Это очень печально. после трилогии об Эдеме, кажется, она будет отлично. Отлично. А Эдем вы видели или читали о нем? Что это такое? Вот что сейчас упомянул Алексей Николаевич? Родные мои, так же нельзя. Это же неправильно. Эдем? Да. Эдем это рай. Я знаю, что рай. Но кроме того, что рай, это название трилогии. Очень интересный. Американского фантаста. Гарри Горисон. Не знаете, да? Ну, вот видите. А эта книжка сама по себе хорошая. Потому что книжка хорошая. Она определяет в данный момент многие отношения науки и литературы. Вот так же, как очень правильно его упомянули, очень хорошую самую книжку. Ну, для того времени, для 80-х годов очень хорошую. Паркерусского периода. Она всегда великолепная. Просто в наше время все очень быстро устаревает. И вот сейчас, после двух своих разгромных положений, я объясню вам, почему представление людей о том, что сделала наука, отстает примерно лет на сто. Потому что когда-то, когда был культ науки, люди прочитали определенную батарею текстов. А теперь они новые тексты, где описаны будут точно те же самые динозавры, они уже не читают. Википедия есть? Что? Википедия. А, википедии. Википедии я тоже раза два пускал разных уток. Я знаю, когда делается. Это очень забавно. Над дураками бывает смеяться весело. Как же в этом потоке информации не потонуть? У вас такой рецепт? Рецепт не потонуть информации? Читать книги. Вы знаете, еще устная культура. Пока еще мы не все вымерли. Я вполне серьезно говорю. Вот спросите каких-то людей, которые для вас авторитетны, а что нужно прочитать? Причем понимаете, что является манией пожилых мужчин очень часто? Желание учить. Вот вроде бы научился чему-то сам. Пытался раздавать. И вот у кого отцовский инстинкт еще сильнее развитого, чем у среднего человека, он особенно активно становится учителем. инстинкт 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 инстинкт